Под подписку о невыезде дело закроют. Но 10 февраля 1923 года епископ Николай будет арестован вновь, переведен в Москву, в Бутырку и приговорен к трём годам лагерей в Усть-Коломе, в Коме. Будущий святейший патриарх, а в 1922 году епископ Ямбруский Алексей, также принимавший участие в рукоположении отца Николая в епископы, также арестован. Для епископа Алексея и епископа Николая ленинский период заканчивается на редко счастливо, они выживают, при том, что к 1922 году уничтожены 8 110 духовных лиц. Именно такой жесткий вариант взаимоотношений с церковью Хрущёву в 1959 году представляется наиболее целесообразным. На внеочередном, 21-м съезде КПСС, Хрущёв говорит о начале быстрого перехода советского общества к коммунизму. В связи с тем, что коммунизм предполагается построить в ближайшем будущем, одна из первоочередных задач – уничтожить в массах пережитки капитализма. Главный пережиток – религиозные убеждения. Некоторые историки полагают, что в ходе 21-го съезда КПСС было принято секретное постановление об уничтожении религиозных организаций в ходе выполнения семилетнего плана. В силу темперамента и недостаточности образования Хрущёв искренне убежден в том, что СССР находится в предкоммунистическом состоянии, и это несовместимо с верой. Хрущёв абсолютно уверен в безальтернативности коммунистической идеологии, а также в том, что эта идеология принята большинством населения. Этим Хрущёв отличается от Сталина, который в определенный момент, во время войны, и почувствовал, что население устало от коммунистической пропаганды, и что она более неэффективна. Сталин подзажимает пропаганду и допускает послабление церкви. Руководит этим сам. Кроме того, вопросы веры ему не безинтересны. Он наблюдает, как его собственный культ в народном сознании сочетается и даже соперничает с верой в Бога. В отношении церкви послевоенный Сталин прагматичнее большей части партийного аппарата. Сталин это знает, и поэтому то разжимает, то сжимает руку на горле церкви. После смерти Сталина ситуация резко упрощается. Хрущёв сформировался как политик в 30-е годы, в период, когда Сталин успешно давил церковь. Дальнейшего сталинского политического интереса к церкви Хрущёв не понимал и остался на элементарно репрессивных позициях. Уже через год после прихода Хрущёва к власти, 7 июля 54-го года, принято постановление ЦК КПСС о крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её улучшения. Предлагается вернуться к довоенной политике наступления на религиозные пережитки. И никакого примиренчества. Никто-нибудь, а сталинская правая рука, молотов, предупреждает Хрущёва, что постановление поссорит нас с духовенством и верующими, принесёт массу ошибок. Хрущёв отвечает. Будут ошибки, исправим. Начинают разгонять молящихся, закрывать церкви. Идут слухи о скором запрещении церковных обрядов. В связи с этим начинается массовое срочное крещение детей. Прихожане и духовенство открыто проявляют недовольство. В сентябре в Москву приезжает антиохийский патриарх. Он говорит о необходимости прекратить перегибы в отношении церкви, так как это затрудняет сближение церквей и народов. Хрущёв идёт на попятные. 10 ноября 1954 года выходит постановление ЦК КПСС об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения. В период первой антицерковной атаки, предпринятой Хрущёвым, Совет по делам Русской Православной Церкви представляет ЦК КПСС информацию о настроении к церковному руководству. Приводятся фрагменты из письма митрополита Николая патриарху Алексею. Периллюстрация переписки патриарха и митрополита – нормальная практика. В Москве во властных структурах митрополита Николая называют первым врагом народа. Говорят, он нам пока ещё нужен для заграницы. А в своё время мы его обезвредим. Опыт лагеря у митрополита Николая есть. Он вернулся в Ленинград в 1927. В 1927, 29 июля митрополит Сергий выпускает послание к пастырям и пастве, впоследствии известная как Декларация 1927 года. Текст декларации провозглашает – православные граждане лояльны советской власти и готовы доказать это не на словах, а на деле. Суть декларации – церковь должна выжить. Во что бы то ни стало, церковь становится под контроль государства. Сергеянство – это, собственно говоря, стиль отношений. Государство к церкви – это некие правила игры, это некое условие существования. Государство сказало церкви, вы можете существовать только в этих условиях и никакой альтернативы. Поэтому надо было выбирать, либо существовать по тем правилам, которые предлагает государство, либо не существовать. Митрополит Сергий и его сподвижники, в том числе и митрополит Николай, избрали существование. Чтобы были храмы, пусть и мало, чтобы свержалась божественная литургия, чтобы слово Божие проповедовалось в тех условиях, когда ничего проповедоваться не могло, кроме генеральной линии партии, и то со страхом. Отношения церковь-власть осложняются ситуацией внутри самой церкви. В 1922 году в Советской России возникает обновленческая церковь. Эдакие церковные революционеры, которые поддерживают советскую власть, и которым власть платит временной взаимностью. Обновленцы намерены подменить собой патриаршевую церковь. Высшие иерархи обновленчества проверяют отношениями с госбезопасностью, в частности, с Ягодой. Автор декларации, митрополит Сергий, в 1922 году сам склонялся к обновленчеству. Но в 1924-м принес покаяние патриарху Тихону. После смерти патриарха Тихона он получает пост заместителя патриаршего места блюстителя. Появление декларации митрополита Сергия в том числе связано и с обоснованными опасениями, что власть окажет обновленцам столь сильную поддержку, что традиционное православие будет лишено жизни. Кроме того, митрополит Сергий полагает, что объявление о лояльности власти спасет церковь от репрессий. Но от репрессий спастись не дано ни сергианцам, ни обновленцам. У вернувшегося в 1927 году из лагеря в Ленинград епископа Николая выбора нет. Он чужд обновленчеству. В 1922-м его коллега по Духовной Академии и сотрудник ОГПУ Николай Платонов добивался его перехода в обновленчество. Добивался и обещаниями, и угрозами. Согласие епископа Николая избавило бы его от лагеря, но он выбрал лагерь и не взял на душу греха. После лагеря епископ Николай страну не покидает, а значит, его путь связан с сергианством, то есть с православием, надеющимся выжить в тоталитарном безбожном государстве. Епископ Николай, епископ Петерговский в Ленинградской епархии. В 1928-м начинается сталинский поход на церковь. Массовая влиятельная общественная организация «Союз воинствующих безбожников» в 1929-м году выдвигает лозунг «Борьба с религией есть борьба за социализм». В 1930-м объявляется первая безбожная пятилетка. Епископ Николай рукоположен в архиепископы в 1935-м, но он редко возлагает на себя архиерейское облачение. В Петергофе и в районе все церкви к этому времени закрыты. Архиепископ Николай служит простым священником в Никольском морском соборе в Ленинграде. Исповедует, совершает требы. Проповеди запрещены. Архиепископ Николай вынужден молчать. Жить в городе ему запрещено. Живет в поселке Татьянино под Гатчиной. Он вообще лишенец, то есть ограничен в правах. Архиепископу Николаю закрыт даже доступ в библиотеке. Вспоминает церковный диссидент Анатолий Краснов-Левитин. Я помню, с каким горячим интересом владыка буквально набрасывался на всякую книгу, газету.